А как это зимой можно делать? Это же нельзя. Ямочный ремонт дорог зимой ежегодно вызывает бурю эмоций у староскольцев. Как это возможно? Зачем? Почему? Оказывается, есть такая технология. Во всяком случае, это утверждают специалисты Белдорстрой. Жители, зрители наши постоянно задают вопрос. Ремонт ямочный зимой, насколько это возможно? Ну, во-первых, это возможно, да. А во-вторых, могу вам рассказать, как это все происходит. Во-первых, выявляется аварийная яма или нет. Выявили, что яма аварийная. Приезжает наша техника, фреза. Фреза роет нам латку определенную. После подъезжает нам рециклер. И в рециклере мы уже делаем связь из битума, эмульсии, щебня и минералов. И все это заливается в латку. Именно компания Белдорстрой занимается ямочным ремонтом в Стармосколе и заключен муниципальный контракт на сумму 15 миллионов рублей. Такая работа тоже требуется. В некоторых случаях ее инициируют сами горожане. Требуется, есть потребность такая, погодные условия. У нас, сами видите, какие плюсы чередуют с минусом. Есть разрушение автомобильной дороги локальной. Мы их восстанавливаем в кратчайшие сроки. То есть есть обращение каких-то граждан? Обращение граждан, приписание ГАИ. Также осмотр производим сами. Куратор выезжает по городу, проезжает, где есть необходимость. Ставим бригаду работать. А если дождь оказывается, в такую погоду заниматься ямочным ремонтом тоже возможно. Однако требуется вот этот специальный инструмент. Пишут опять же в комментариях, делаем латки в дождь. Это тоже возможно? Это тоже возможно, но надо перед тем, как ты роешь латку, воспользоваться ветродуйкой. И ей получается выгонять всю воду, все микрочастицы, чтобы она была чистая. И уже заливать латку. Дорожники уверяют, это эффективно и будет работать. Что ж, будем смотреть.